Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем передачу Альберт Бурага, мастерская трейдера. И Альберт Трейдер из Космодара уже с нами. Приветствуем вас, Альберт! Добрый день, Игорь! Добрый день, коллеги, друзья! Рад всех приветствовать! Это такой хороший день, теплый, последние деньки лета. И давайте посмотрим, что же у нас на рынке Форекс есть, чем можно воспользоваться. Ну и посмотрим, что было за прошлую неделю, пока меня не было. Включай демонстрацию рабочего стола. Давайте посмотрим, как вел себя рынок в ваше отсутствие. Я, честно говоря, поскольку не мог контролировать рынок постоянно, в общем-то, я новых сделок не открывал. Работал только по среднесрочным своим сделкам, их там было несколько штук. И, в общем-то, особо в рынок не залазил. Но, честно говоря, потом, когда я уже с год спустился и посмотрел, что происходит, я понял, что, в общем, я правильно и делал. Я выбрал правильную неделю для отпуска, потому что торговать на рынке в эту неделю было довольно-таки сложно. Ну, по порядку давайте. Начнем мы с евро-доллара. Что у нас тут было? Ну, в прошлой неделе, в общем-то, была отработка недельного уровня, видим, да. Цена к нему возвращалась. Была хорошая отработка. Раз, два касались. На этой неделе, в общем-то, интриги опять-таки не получилось у нас. Фактически открывались там, где недельный уровень. Быстренько все в полночь отработали. Ну, и дальше потихонечку работаем. Вот. Завтра у нас выходят новости. Там, по-моему, в 10 утра драги, да, будет что-то у нас вещать. Я так понимаю, что у нас евро-доллар и франк, может быть, все, что с ним связано, больших рыв. Действительно, ну, сейчас мы видим, что цена возвращается опять к границе канала. Немножко это двинул индикатор профиля рынка. Видим, да, касание практически подтверждается, граница канала. Вот. То есть вырваться не удалось. И пока цену держат на границе канала, дальше не пускают. Если посмотреть на нижнюю границу канала, давайте глянем, то, в принципе, мы не видим, что она сильно у нас сместилась. Поэтому участники рынка, в общем-то, распределяют свои контракты равномерно и не ожидают, по крайней мере, в ближайшей перспективе большого-большого рывка наверх. Вот то, чего опасаются многие трейдеры. Я, разумеется, этого тоже не исключаю. Все это может быть. Рынок есть рынок. Тем более сейчас, август, ну, такое часто бывает. Парь евро-доллар, он непредсказуемый. Вот. Но, тем не менее, пока на сегодня можно констатировать факт, что участники рынка не готовятся к большим рывкам. И здесь же еще можно сказать, в подтверждение этому выводу, то, что объемы, объемы на уровнях, вы видите, не накапливаются с каким-то перевесом или же не становимся в замок. Нету замка по факту. Я думал, что мы сегодня его получим. Конечно, может быть, что-то еще выплывет завтра, но я не думаю, что это произойдет, потому что замок обычно готовится заранее. Заранее, тем более завтра в 10 утра, по-моему, выступают драги, и времени уже не будет на реакцию. Я думал, что сегодня будет, но нет. Поэтому смотрим спокойно. Вчера мы, кстати, не добежали до верхнего балансового уровня. Можно было работать на отбой. Ну, не добежали, не добежали. Вот. Будем работать от следующих балансовых уровней. Так что, если сходим на верхний балансовый уровень, пожалуйста, можно спокойно работать на отбой. Цели известны. Гринсы канала тоже есть. Так что, пожалуйста, можно работать. Так. Давайте посмотрим, что же у нас по профилю рынка происходит. Я, честно говоря, не искал опорные паттерны по профилю рынка за последнюю неделю. Поэтому, возможно, они перестроились. Но давайте сегодня будем ориентироваться на то, что есть. Потом, к четвергу, я уже, конечно, перестрою опорные паттерны. И будет уже другая картина. Ну, как я вижу, по паре евро-доллар у нас, в принципе, картина осталась та же. Тот же самый флэт. Между теми же уровнями расширения верхним 1.618 и нижним 1.618. Так что здесь ничего не изменилось. Перестроение не требуется. Уровни пока отрабатываются довольно-таки неплохо, видим. 1.618 выше мы не пошли. Вот по индикатору силы валют мы видим, что сейчас обе валюты находятся вместе по одну сторону от нулевой линии. Поэтому у них, в принципе, корреляция. И для нас нет ничего интересного, по крайней мере, на данный момент в этом часе. Если уровни разойдутся по разные стороны нулевого уровня, то в таком случае можно будет предпринимать какие-то действия. Но опять-таки работаем мы, как я говорил уже, от уровня 1.618 вверх зона расширения и от уровня 1.618 вниз, от нижнего уровня расширения. Вот. То есть пока мы не придем к этим, в общем-то говоря, уровням, мы не работаем. Вот. Все это сейчас у нас флет. Флет. И здесь можно применять флетовые стратегии. Если они у вас есть, пожалуйста, можете по ним работать. Вот. Можно использовать уровни, которые внутри. Вот. Но это уже, скажем так, не моя тактика, не моя стихия. Я здесь не люблю работать. Это, в общем-то, флет, как правило. Так. Теперь давайте посмотрим, что у нас по фунту. Что же по фунту? Фунт. Так. Что у нас по фунту? Фунт у нас, в общем-то, лежит, спустился на красный балансовый уровень и потихонечку их пилит, мы видим. И будет продолжать это делать в узком достаточной коридоре, пока мы не увидим какую-то серьезную новость по данному инструменту. Вот. У нас есть, кстати, накопление объемов. Вот мы видим, да. Вот одна зона, вторая зона. Кстати, вот индикатор профилю рынка нам показывает. Конечно же, хотелось бы, чтобы цена немножечко подскочила вот в эту зону. Вот здесь вот, по крайней мере, отработала. Но, как правило, так и бывает. Очень часто по индикатору профилю рынка цена старается заполнить вот такие вот пустоты. Поэтому вероятность подскока наверх все-таки еще сохраняется. Тем более, что вниз мы пока что не идем. Вот. Что касается по объемам. Опять-таки, та же самая картина, в принципе, что и на евро. Замка нет, серьезных накоплений нет. Но есть интересный уровень. Я сегодня его заметил. Кстати, уже писал в обзоре утреннем на своей страничке ВКонтакте. Есть набор на отметке 1.27.39. Ну, или 1.27.40. Здесь есть очень неплохой набор. Мы видим, что объем выше предыдущего значения, больше, чем на 10%. Соответственно, если будет у нас падение, вероятность падения все-таки есть у нас, то здесь у нас будет какая-то остановка, торможение и даже небольшой обскоп. Если это произойдет сегодня, ну, это будет замечательно. Это будет, в общем-то, отработано гарантированно. Если это будет завтра, то уже посмотрим, как будут распределяться объемы по данным, в общем-то, уровням. Да, так, ладно, смотрим профиль рынка. Значит, профиль рынка. Профиль рынка, фонд. Профиль рынка, фонд. Перестроился у нас паттерн. Сегодня буквально заметил. Он был очень, скажем так, визуально наблюдаем. Поэтому труда не составило его, в общем-то, определить. Новый опорный паттерн. У нас есть по профилю рынка. Новые уровни. Поэтому смотрите, в общем-то, сейчас я поставлю отметки, отметки, за пределами которых мы можем начинать работать по данному индикатору. Значит, верхняя отметка 1.2957, это зона расширения, верхняя 1.618 и нижняя зона расширения, это, значит, уровень 1.28, ровно фактически. То есть за пределами этих уровней можно будет работать. Можно будет работать. Потенциал хода довольно-таки неплохой, мы видим. По 60, примерно по 70 пунктов. Но пока мы туда не пришли, у нас, в общем-то, констатация это флэт. Это флэт. Индикатор силы валют у нас пока, в принципе, нам мало интересен. Да, он у нас показывает, что доллар у нас растет, да, фонд у нас падает. Но, тем не менее, пока мы по нему не работаем. Кстати, еще хочу подметить один интересный вариант. Если посмотреть индикаторы торговой системы анализ ФОП, основной среднесрочной торговой системы, то у нас есть потенциал хода вниз. Во-первых, у нас есть наличие по индикатору ФОП ГОД. Мы видим, что контракты, в принципе, находятся в зоне не ниже отметки 13 тысяч контрактов, ниже которой мы не работаем на продажу. У нас есть еще запас хода. Запас хода, как минимум, я думаю, еще пунктов 150, а то и 200 у нас есть. И также я напоминаю, что по фунту мы продолжаем удерживать позицию, которая у нас была от 2 августа. Часть мы закрывали перед экспирацией. Часть можно было, кстати, закрыть на красном балансовом уровне по системе, взяв себе 330 пунктов. И часть можно еще держать, потому что запас хода движения вниз у нас есть. Тем более, что мы уже закрыли достаточно большое количество контрактов от нашей общей сделки. И мы уже в любом случае в плюсе. Так что имейте это в виду, по фунту есть возможность куда дальше работать. Так, теперь австралийцы. Давайте посмотрим. Теперь австралийцы. Так, значит, по австралийцу, пока я, в общем-то, бегал по горам, у нас произошло закрытие. Вход у нас был 27 числа, я об этом говорил. И закрывались мы частичные закрытия, у нас было 15 числа. Вот, причина закрытия красный уровень с определенными отклонениями. Вот, ну, я думаю, те, кто учились, те знают. Поэтому, в общем-то, у меня закрылось в пунктах 240 пунктов. Тут фактически чуть-чуть мы вот ударили, да. Плюс здесь же, кстати, был отработан еще один из долговых уровней по австралийцу. Вот, отлично был отработан. Так что здесь было самое время закрываться. Опять-таки, частичные закрытия. А что у нас на данный момент? На данный момент, ну, походу, у нас была отработка долгового уровня с отбоем от верхней границы канала Хеджеров. Сейчас мы опять-таки заходим внутрь и смотрим, что по объемам. По объемам, в принципе, ничего интересного нет. Опять-таки, рынок спокоен, на удивление, спокоен. Опять-таки, я говорю, по паре евро-доллар было видно, по австралийцу тоже. Рынок спокоен. Участники рынка, в общем-то, не предпринимают никаких действий. Работать, в общем-то, я рекомендую по данному инструменту от верхних балансовых уровней. Но сегодня, скорее всего, мы там не окажемся уже. В последующие дни, пожалуйста, те, кто держит позицию еще, оставшиеся, так скажем, то, что осталось от позиции по 27 числа, пока рекомендую в рынок лишний раз не залазить. Вы уже в плюсе, поэтому просто держите остаток вашей позиции. Те, кто еще не работал или уже позакрывались, верхний балансовый уровень, как говорится, вам отслеживать просто необходимо. Так, смотрим профиль рынка, профиль рынка, значит, по австралийцам. По австралийцам у нас еще тянется старый-старый паттерн, фактически 19 июня, а новый я пока не искал, не перестраивал позиции, тем более, что, по сути, мы во флете все еще лежим, видите, да, мы находимся между зонами расширения, верхним 1.618, верхней зоной и нижней зоной 1.618. Поэтому здесь пока я ничего не вижу. Вот, по крайней мере, эти уровни все еще отрабатываются, отрабатываются неплохо. Вот, но поскольку мы находимся между уровнями, 1.618 мы не работаем. Если будем выскакивать, то будем работать. Пожалуйста. Вот, но сейчас просто наблюдаем. Индикатор силы валют пока для нас мало информативен, поэтому просто смотрим, что будет происходить. Вот, и больше никаких действий не предпринимаем. Так, переходим теперь к канадцу. Да, что же у нас по канадскому доллару? Значит, по канадскому доллару. У нас картина следующая. Было касание нижней лиц канала хеджеров. Мы начали работать по системе. Вот, все пока долговые уровни отрабатываются. Вот, здесь у нас, кстати, есть еще трендовый вход. Вот, 18 числа, те, кто учились у меня, те знают. Вот, кстати, его можно уже перевести в безубыток. Так, и если случится, она развернется опять-таки наверх, мы, в общем, ничего не потеряем при этом. По объему ничего у нас интересного здесь нет. Если провалимся ниже, работаем, как обычно по системе, от нижнего балансового уровня. Пожалуйста, спокойно работаем. Да, все, пока здесь, по данному инструменту, у нас ничего интересного нет. Просто наблюдаем со стороны. Так, теперь по профилю рынка канадец. Смотрим, что по канадцу. Так, что у нас по канадцу? Значит, новый паттерн я посмотрел. Вроде как нет у нас, поэтому работаем по старому паттерну от 4 числа. Вот, опять-таки, на данный момент у нас, в общем-то, флетовая ситуация. Там между уровнями расширения верхним 1.618 и нижним. Входа пока здесь в рынок нет. Если выскочим, пожалуйста, можно вот здесь вот на этой зоне работать. Можно вот здесь на этой зоне работать спокойно. Ну и также, в общем-то, вниз, если будем выскакивать. Вот, поэтому просто наблюдаем, смотрим, что происходит. Вот, индикатор силы валют пока, в общем-то, показывает нам флет. Флет, но оно так и есть, видим визуально. Тоже здесь ничего пока интересного нет. Кстати, можно попробовать посмотреть, что у нас по индикатору импульсных объемов. Давайте глянем, где у нас есть какие-нибудь сопротивления. Так, интересные. Так, ну вот есть интересный уровень у нас. Кстати, мы до него немножко не добежали. Был хороший набор объема на тени свечи, на лоу. Видим, это вот 2-го числа. Достаточно неплохой объем, выше 100% от среднестатистического отклонения. Вот, если бы мы сюда добежали немножко, здесь можно было бы работать на отбой. Ну, это внутри дня для тех, кто, в общем-то, любит работать от сильных уровней. Пожалуйста. Вот, но не добежали. Не добежали. Да, здесь, в принципе, у нас состоялся отбой немножко раньше, до 17-го числа. Здесь тоже был хороший объем, 111% на тени свечи. Я вот такие объемы люблю отслеживать, потому что одни, как правило, от них бывают очень неплохие объемы. Отбои, извините, да, отбои. Ну, и, в принципе, наверх у нас картина. Пока видим, что, в принципе, свободно. Есть еще интересный объем. Вот этот объем, сейчас поставлю вам отметочку, 1,2625. Но, поскольку он находится не на тени, а в середине свечи, он для нас пока мало интересен. То есть, скорее всего, мы пойдем выше, и его мы не заметим. Так, хорошо, переходим теперь к Франку, да. Смотрим Франк. Значит, Франк, в общем-то, совершает у нас большие колебательные движения. В широком-широком флейте. Вот, был у нас здесь вход отрицательный. Вот, определенного паттерна. Это у нас было 14-го числа. Вот, подобный ему вход был 18-го числа. Вот, кто работал здесь, ну, либо заработали не так много, либо закрывались уже, в общем-то, в нуле. Вот, сейчас тоже есть подобный паттерн. Вот, по нему можно будет заходить с небольшим отбоем. С потенциалом хода, ну, примерно 20 пунктов, не больше. Вот, имейте в виду. Со стопом тоже примерно 20-25 пунктов. Так, по объемам. По объемам, ну, по Франку вообще объемы, честно говоря, мизерные. По ним трудно ориентироваться. Вот, но в любом случае у нас флетовое движение. И здесь трудно что-либо пока сказать. Вот, давайте посмотрим профиль рынка. Возможно, там что-то будет поинтереснее. Поинтереснее. По Франку. Так, ну, по Франку у нас сейчас мы идем внутрь. Внутрь мы не работаем. Вот, если пойдем вниз, да, развернемся, пойдем вниз. Отлично. При подтверждении индикатора силы валют. Вот, а пока он как раз-таки работает неплохо. У нас доллар, видим, растет, да. Франк у нас, в общем-то, ну, тоже, наверное, скорее всего пойдет в корреляцию. Поднимется выше нулевой отметки. Но там уже дальше будет видно. Если пойдет вниз, ниже отметки уровня 2.618, можно будет спокойно работать. Потенциал хода 50 пунктов, я думаю, пускать не стоит. Если пойдем внутрь, ну, внутри мы уже не работаем. Внутри мы уже не работаем. Вот, поэтому постоим в стороне, посмотрим, что у нас получится. Так, кстати, что у нас есть по... Давайте посмотрим на индикатор импульсных объемов. Сейчас, если он нам их выдаст. Выдал. Так, 80. Давайте поднимем планку до 90%. Чтобы было немножко поменьше. Так, что у нас есть? Ну, мои любимые объемы на хаях, в принципе, только аж появятся на уровне... На уровне 0.97.650. Вот, поэтому движение до этой отметки, в общем-то, у нас может пройти спокойно. Без особых задержек. Тоже имейте это в виду. Вот, а вот здесь уже будем смотреть. Тем более, что здесь совпадение идет с уровнем 1.618. Очень интересно. Если пробиваем, то уже нам дорога наверх, в принципе, открыта. Там сверху ничего нет. У нас, в принципе, ничего нет. Вот, можно будет работать. Вот пока просто стоим в стороне и наблюдаем. То есть, один вариант А – это поход вниз. Ну, и Б – это уже выше отметки уровня 1.618. Так, это мы посмотрели. Давайте теперь посмотрим, что же у нас по иене. По иене. Так, иена. Значит, по иене у нас был отбой 18-го числа. У нас была пятница. Встали на отбой. Закрывались мы, в общем-то, по правилам. По правилам закрывались мы вчера, 21-го числа. В общем, небольшая прибыль у нас есть. 34 пункта. Все. И теперь переходим в режим ожидания. По объемам здесь тоже ничего интересного нет пока. Такой день, в общем-то, что вчера, что сегодня. В общем, объемы молчат и нам ничего интересного не говорят. Так, да, теперь посмотрим, что по профилю рынка давайте. Так, профиль рынка. Профиль рынка. Ух ты, какая у нас хорошая амплитуда. По индикатору силы валют. В общем-то, иена, я смотрю, разошлась. Пара доллар-иена. Так, мы находимся сейчас под отметкой 1.618. Если пойдем вниз, ну, сейчас бы я не рекомендовал, конечно, работать. Но при пробое уровня 2.618 и походе вниз имеет смысл. Потенциал хода 80 пунктов упускать не стоит. Если индикатор силы валют это подтверждает, будет подтверждать, смело заходите. И спокойно можно работать согласно торговым условиям. Так, теперь посмотрим еще индикатор импульсных объемов. Где у нас вот что находится? Так, давайте увеличим. Поднимем планку. А то много слишком уровней. Так, смотрим, что у нас где находится. Так, ну, в общем-то, опять-таки, классический у нас отбой был. Объем на тени, видим, да, отскок 70 пунктов. Повторный отскок. Ну, здесь, правда, не совсем на тени объем, но где-то рядышком был объем. Тем более, 111% от среднестатистического отклонения отлично сработали. Так, что у нас выше, что у нас выше. Вот интересный объем на тени свечи. Это уровень у нас 110-320. Вот здесь у нас может быть какая-то коррекция торможения. Имейте это в виду, потому что здесь есть хороший довольно-таки объем. Объем, ну, правда, он не такой большой, но все равно на него нужно ориентироваться. Следующий у нас объем будет на тени свечи. Это чуть выше. Чуть выше, это 110-932. Вот здесь вот тоже возможно торможение цены. Но это уже посмотрим, когда будем туда подходить. Вот, пока здесь расклад, в общем-то, простой. Если будем опускаться ниже уровня расширения 2.618, можно работать до уровня расширения 4.236 при подтверждении индикатора силы валюты. Вот так. Значит, ну, как я уже говорил, есть у нас теперь и Dow Jones по индикатору SIP. Можно работать. Кому интересно, тем более, кстати, вот был хороший вход у нас по индексу Dow Jones. От 15-го числа отличная отработка до красно-балансового уровня. Вот, все работает. Пока, правда, в тестовом режиме, но видим, что все работает. Также есть еще NASDAQ, пожалуйста, тоже можно посмотреть. Вот. И еще есть S&P 500. Тоже, кому интересно, можете, в общем-то, подключаться и работать. Ну, и также золото-серебро тоже, как говорится, в ассортименте. Вот. Ну, про это, я думаю, все уже знают. Так. Теперь можем... Времени уже осталось совсем немножко. Давайте срочный рынок глянем. Вот. И я отвечу на вопросы, которые возникнут. Давайте. Так. Все, отлично, подключились. Так. Срочный рынок. Так. Пару дней назад была экспирация. По правилам, это не торговали день до день после. Сейчас смотрим мы РТС. Так. РТС уровни все обновились. Отлично. Уровни все обновились. Ну, широкий диапазон у нас сегодня. В общем-то, да и в этом контракте по балансовым уровням. Если подскочим наверх, работаем на отбой. Потенциал хода неплохой. Потенциал хода неплохой. В общем-то, до отметки 102-190 можно поработать. Это примерно 3 тысячи с половиной пунктов, что неплохо. Вот. По долговым уровням остался у нас последний долговой уровень. На отметке 106-238. Но тоже он чисто условный остался, потому что мы подходили к нему... 78 пунктов. На самом деле он меньше 10% от максимального отклонения. Есть такое правило. Те, кто у меня учится, знают, что недолет 10% считается отработкой. Здесь как раз-таки это правило реализовано. Поэтому, в принципе, по правилам ТС мы его уже отработали. Но по факту, я думаю, что мы очень скоро его все-таки добьем, коснемся. Причем вчера, кстати, я посчитал за последний год количество долговых уровней по РТС, которые были. И сколько их было отработано. Так вот, их было... Я вот себе написал. То есть, в принципе, можно констатировать отработку 100% за год. То есть, я считаю, что это очень высокий показатель. Так, Газпром давайте глянем. Значит, по Газпрому. Ну, Газпром у нас открылся на балансовых уровнях красных. Пока здесь работает. Вот, вероятность похода у него наверх сохраняется. Имейте это в виду. Если проваливаемся до нижней границы канала хеджеров, работаем на отбой согласно торговой тактике. Вот, примерный уровень тейп профита это 11,592. Вот, потенциал хода 88 пунктов. Ну, примерно пока, да. Вот, опять-таки, посчитал тоже вчера по нему количество долговых уровней. Их было 22 за год. На данный момент не отработано 0. Тоже считаю, очень хороший показатель. Те, кто работает на срочном рынке, по моему индикатору СИП, спрос и предложение, я думаю, будут очень-очень довольны. Так, Сбер. Что у нас по Сберу? По Сберу у нас, ну, в прошлом опционном, в общем-то, периоде у нас было выскакивание, потом возврат. Все пока отработано. Здесь проблем нет. На этот опционный период был отбой от верхнего балансового уровня, но мы не работаем по правилам. Хотя отработалось все великолепно, как всегда. Сегодня, на сегодня можно работать на отбой от верхнего балансового уровня. Очень неплохой потенциал хода, пожалуйста, до отметки 17,080, а балансовый уровень находится на отметке 17,499, на 17,500. Потенциал хода почти 400 пунктов, считаю, что очень-очень неплохо. Так что имейте это в виду. Так, дальше СИИ. Наш многострадальный рубль, да? Многострадальный рубль. Так, по нему есть последний долг на уровне 59,063. Все еще пока что тянется. Последний неотработанный. Правда, я не считал, сколько мы отработали за год, но остался один. Так что тоже вероятность очень высокая. Сегодня по поводу торговых идей, честно говоря, я не вижу. Балансовые уровни высоко. Мы их за сегодня вряд ли пробьем. Вряд ли пробьем. Поэтому здесь просто смотрим со стороны, что как будет происходить. Так, нефть. Что у нас по нефти? Нефть у нас в пятницу умудрилась, в общем-то, проломить балансовый уровень, новостной свечи улететь наверх. Но, как положено, отработка балансового уровня не заставила себя ждать. Вот, ну и сегодня, кстати, вот тоже можно поработать на отбой от верхнего балансового уровня. Значит, балансовый уровень отметка 52,40, а take profit 51,77. Ну, это примерно, конечно же. Те, кто учились, могут посчитать довольно-таки неплохо и точно. Все, по таблице анализ FOP я сегодня к ней не прибегаю. Особо времени на это нет. Но я скажу, что последние два дня там особых сигналов нет. Вот, наших любимых стрелок вверх, синих тоже нет. Ну, а значит, пока что участники рынка, в общем-то, в ожидании смотрят на какую-то, на приход какой-то новости, да, или, может быть, на реакцию других участников рынка. Все, у меня пока что все. Срочный рынок я озвучил. Форекс тоже есть. Все, если какие-то вопросы есть, коллеги готов на них. Так, хорошо, хорошо. Поняли вас, Альберт. Спасибо вам большое. Так, ага, ага. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Ага. Альберт, вы говорите, что вернулись когда из отпуска, многое вас удивило. А вот что вас больше всего сейчас, вы говорите, обсуждаем ряд вопросов с коллегами, вот что вас больше всего удивило через неделю после отсутствия? Ну, прежде всего, это биткоин, конечно же. Вот не ожидал как-то. Так просто открываю терминал, думаю, так, наверное, какая-то ошибка в котировках. Давайте-ка я посмотрю у другого брокера. Открываю у другого брокера, картина та же самая, как говорится. То есть вы ожидали при высоких котировках, а увидели низкие? Или что? Нет, такого волатильности сильно я не ожидал. То есть я думал, что не должно быть такого, а тут вот так и прям там с ГЭПом разлетелись очень сильно, да. Ну да, получал два ГЭПа подряд, получилось наверх. Да, 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 я не думал. Ну, тем более, что в истории такого я не помню, вообще я не помню, что такое было. Вот. Ну, и так же срочный рынок меня тоже как бы приятно удивил, потому что я ожидал, что, допустим, мои долговые уровни не будут так быстро отработаны, тем более в силу последних экономических новостей, вот, по поводу там доллара, да, по поводу рубля. А тут смотрю, что раз-раз-раз, так все четко-четко отрабатывается, ложится все в схемы, ложится все в структуру торговой системы. Вот срочный рынок меня приятно удивил. Приятно удивил в этом направлении. Моей как бы нету еще индикатора. Вот, только наблюдая со стороны. Ну, было, в общем-то, интересно в этом направлении. Поняли вас, Альберт. Спасибо большое вам за ваш обзор, ответы на вопросы. Хорошего дня и удачи сегодня на рынке. Спасибо большое, Игорь. Спасибо большое, коллеги. Всего доброго. Хороших нам с вами трендов. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.